Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Мало кто в 20 лет мечтает обзавестись ребенком, я была не из их числа. Хотелось наслаждаться молодостью, увидеть мир, найти хорошую работу с приличной зарплатой. Но вот мне 20, за спиной неудачный брак, а на руках крошечный сынок. А начиналось все совсем обычно. В школе училась хорошо, шла на золотую медаль, грамоты регулярно получала, на родительских собраниях хвалили, только очень застенчива была, близких друзей не имела, многие хотели списать домашнюю работу, но гулять не звал никто. Так и проводила вечера у телевизора, мечтая о красивой жизни и большой любви. Переехала в город, поступила в педагогический колледж. Подруга зарегистрировала на сайте знакомств, и через неделю мне написал он, настоящий принц. Я влюбилась еще в переписке, когда он пригласил на свидание, не колебалась ни секунды. Уже через три дня мы начали встречаться, через полгода сыграли свадьбу. Только вот платье я выбирала не по красоте, а чтобы скрыло округлившийся живот. Жених не очень хотел ребенка, но аборт делать было поздно. Получив заветное кольцо и ничего не значащий штамп в паспорте, я бросила колледж и засела дома. Медовый месяц мы проводили порознь, хоть и жили в одной однокомнатной квартире. Я ждала у телевизора, а муж гулял с друзьями. Если раньше его рубашки пахли хоть и недорогим, но приятным парфюмом, то после свадьбы они начали вонять прокисшим алкоголем. Сыночек родился в начале мая, мужа не было рядом, но я уже не удивлялась, даже обида прошла. Позвонила ему, чтобы сообщить новость и потеряла сознание. В тот день муж не пришел, завалился с друзьями в сауну отмечать рождение наследника. На выписку приехал с похмелья. Дома я начала ругаться с ним, просить помочь мне с ребенком. Дошло до драк, во время которой он разбил мне голову. Тогда разошлись на 4 месяца. Плакал, извинялся, умолял простить его. Простила, и он вернулся. Только внимания и любви в нашей семье не было. Не было и денег. Когда мне понадобилась операция, папа продал старенькую машину. Вернулась из больницы, муж набросился с кулаками. Как посмело исчезнуть из дома, когда ужин и некому готовить и вещи стирать. Хорошо, хоть сына временно приютила мама. Не представляю, каким бы он рос в такой атмосфере. От безысходности я начала пить. И вдруг, когда казалось, что выхода нет, и лучшее, что я могу сделать, это прыгнуть с моста в реку, судьба мне улыбнулась. Я встретила доброго и заботливого парня, который готов принять не только меня, но и сына. Нашла работу, подала на развод, переехала к любимому. Вот только родня вся меня осуждает, что семью разрушаю и ребенка родного отца лишаю. Только сын вот счастлив. И я тоже. Знать бы только, правильно ли поступаю или нельзя от законного мужа уходить. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик и также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok